Сегодня ночью был нанесён самый масштабный единоразовый удар по территории России. Взрывы зафиксированы в Брянской, Рязанской, Орловской, Московской, Тульской и Псковской областях. Наиболее интенсивные взрывы наблюдались в аэропорту Пскова, где базируются российские самолёты Ил-76 и 104-й десантно-штурмовой полк. Сообщается о поражении как минимум четырёх бортов, уцелевшие поспешно покидают авиабазу. Все рейсы в аэропорту отменены. Что любопытно, Псков находится на расстоянии 700 км от Украины, и это если мерить по прямой через Беларусь. Пока достоверно неизвестно, откуда запускались беспилотники. То ли это была бы пла дальнего радиуса действия, то ли их запускали диверсанты, находясь поблизости. Ещё этой ночью было громко в Брянске, где атаке подверглось здание Следственного комитета РФ и завод «Кремний-Л», один из крупнейших производителей электроники в России. Россияне сообщают о сбитии двух БПЛА. Также два беспилотника сбили в Орловской области, а вот в Рязанской вполне вероятно беспилотники поразили объекты на земле, хотя на момент записи видео подробности неизвестны. Напомню, что к потерянным четырём самолётам Ил-76 стоит добавить как минимум один потерянный Ту-22 на прошлой неделе. Исходя из этого, можно констатировать, что Россия не просто не способна защитить свою территорию от довольно примитивных БПЛА, она даже не способна защитить самые охраняемые военные объекты с дорогой и дефицитной авиацией. В свою очередь, Россия сегодня ночью также нанесла удар по Украине с использованием дронов Камикадзе Шахет и крылатых ракет ХА-101, запускаемых с бомбардировщиков Ту-95. Всего, как сообщается, было выпущено 28 ракет, все из которых были сбиты украинским ПВО, а также 16 БПЛА, 15 из которых удалось перехватить. Повреждения получил супермаркет Ашан, также сообщается о гибели двоих человек. Восток Россияне продолжают попытки атаковать по направлению Купенска при поддержке артиллерии и с использованием бронетехники. Основные бои происходили возле села Новоегоровка. Россиянам удалось подойти ближе к украинским позициям, но их атака была отбита. В районе Бахмута основные бои продолжаются на флангах, в особенности на Южном, где россияне пытаются с помощью своих контратак оттеснить украинские войска, которые вплотную подошли к железной дороге. В районе Авдеевки изменений линии фронта не зафиксировано. Юг На Бертянском направлении украинские войска вплотную подошли к селу Завидно-Бажане. Также замечены продвижения ближе к приютному. Основные бои продолжаются на токмакском направлении. После освобождения села Работыне, украинские войска принялись расширять клин в стороны. Так, на востоке они уже завязали бои на окраине села Вербаве. Но также зафиксированы движения вглубь, в обход Новопрокоповки, где также зафиксированы украинские войска. Тем не менее, от передовых украинских позиций до Токмака остается еще 20 километров. На левом берегу Днепра в районе Херсона украинские войска, похоже, полностью контролируют дачи у Антоновского моста, что подтверждается в видео, где украинские военные вывешивают флаг. Спасибо за просмотр. Как всегда, буду благодарен вашей поддержке видео лайками, подпиской, комментарием, но также становитесь спонсором на Ютубе и Патреоне.